Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас на нашем сегодняшнем вебинаре. Тему вебинара вы видите на экране. Поговорим мы про курсовые разницы в 2022-2024 годах. На экране вы видите наши контакты, то есть электронная почта, телефоны и адрес сайта. Сразу попрошу вас не включать звук на своих компьютерах, чтобы мы друг друга не перебивали. Вести вебинар буду я, консультант-аналитик Галина Гардышева. Еще несколько организационных вопросов. Если у вас возникнут какие-то конкретные вопросы или вы захотите какую-то консультацию, то мы будем рады, если вы пришлете нам свои вопросы, пожелания, отзывы и так далее. И, собственно говоря, лучше, конечно, это делать в письменном виде, потому что в этом случае у нас будет, во-первых, больше времени для ответа, во-вторых, ответ будет уже предметно по вашей теме, то есть касательно именно вашей ситуации и вашего вопроса. Ну и, естественно, мы сможем уделить ответу больше внимания, мы не будем лимитированы по времени. Кроме этого, на нашем сайте через некоторое время вы сможете посмотреть запись нашей встречи, если у кого-то вдруг не получилось, например, до конца досмотреть, или время показа оказалось для вас неудобным. То есть приглашаем вас посетить наш сайт, там достаточно много и другой интересной информации. Мы будем рады, если она окажется вам полезной. Какая программа нашей сегодняшней встречи? То есть мы поговорим про курсовые разницы. Смотреть мы их будем на примере ERP 2.5. То есть какие изменения произошли в этом году, какие изменения ожидаются в следующем году, ну и, соответственно, поскольку у нас период 2022-2024, то есть что планируется за это время. Поговорим про сроки действия изменений, потому что некоторые из них временно. Кого они затронуты, то есть какие организации, предприятия, в принципе-то сам по себе вопрос по учету курсовых разниц, он не новый, он достаточно уже всем знаком, кто работает с валютными счетами, с валютными контрагентами. Просто напомнить, кого коснется это, и какие изменения вот на данный момент у нас действуют. Поскольку эти изменения затрагивают в основном налоговый учет, то есть, соответственно, это изменения, которые отражаются в декларации по прибыли, мы немножко коснемся декларации по НДС, то есть попадают или не попадают туда эти изменения, то есть курсовые разницы, когда они возникают, где и с чем их едят. Ну и, соответственно, что в отношении ERP сделано для этого, какие есть новшества и доработки. Итак, кто применяет, для кого важны курсовые разницы. То есть, в принципе, курсовые разницы, поскольку в первую очередь влияют на налог на прибыль, то, соответственно, это коснется тех, кто применяет ПБУ-1802. Вы на экране видите схемку, где достаточно, в общем-то, сжато показано, кто применяет этот ПБУ, то есть, кого это коснется в первую очередь, и кого не коснется, но, например, кредитные организации, государственные и муниципальные учреждения, то есть то, что вот у нас красная рамочка введена, которые не применяют ПБУ, у них другая ситуация. То есть имеют право выбора применять или не применять ПБУ организации, которые применяют упрощенные способы учета, то есть которые могут сдавать упрощенную бухгалтерскую отчетность. То есть в эту категорию у нас попадают в основном предприятия малого и среднего бизнеса, поэтому вам обязательно нужно проверить, есть ли ваше предприятие в реестре, то есть отражено, что вы имеете право применять эти спецрежимы. Ну и, собственно говоря, важно это для таких организаций в том плане, что если вдруг вы утрачиваете с какого-то момента право на применение упрощенной отчетности, то есть либо по стоимости основных средств, либо по численности, ну то есть по любому из критериев. Если вы теряете право на применение упрощенного способа учета, то, соответственно, вас эти изменения тоже коснутся, и вы должны их учитывать. Ну и, соответственно, организации, которые просто не платят налог на прибыль, это спецрежимы и те, кто уплачивает налог на игорный бизнес. И, соответственно, те организации, которые не признаются платильщиками налога на прибыль, на основании налогового кодекса 25 глава. То есть в этом случае организации, которые отмечены вот этой красной рамочкой, тоже, в общем-то, тема нашего вебинара их может и не коснуться. Что у нас происходит в связи со всеми нововведениями, которые были приняты в конце прошлого года, в этом году? То есть у нас учет курсовых разниц регулировался АПБУ-3-2006. То есть это приказ Минфина от 2006 года. Соответственно, указаны проводки, которые затрагивают отражение курсовых разниц. И вы видите на экране, когда курсовые разницы возникают. То есть в первую очередь, естественно, это если расчеты с учредителями у вас ввелись в какой-то валюте. Если идет переоценивание активов, которые находятся в деятельности вне Российской Федерации. И в остальных случаях, когда курсовые разницы у нас зачисляются на 91 счет. Вот здесь нужно быть очень внимательным, потому что на 83 счете у нас, естественно, отражается с учредителями. А вот в остальном, то есть если 91 счет участвует в отражении курсовых разниц, то в декларации на прибыль у вас будут, соответственно, положительные попадать в доход, отрицательные в расход. То есть у вас на 91 счете в декларации по прибыли отразиться полностью оборот по учету курсовых разниц. Когда они у нас возникают? Ну, во-первых, курсовые разницы возникают при переоценке валютных остатков. Либо на вашем счете, либо в кассе. Ну, чаще всего это банковские валютные счета, но, тем не менее, и касса тоже в этом участвует. Если у вас есть дебиторская задолженность за переданные товары, либо услуги, либо работы. Если у вас есть кредиторская задолженность по транспортным услугам, например, или если у вас есть заемные средства, предоставленные, либо полученные. Потому что достаточно часто, например, взносы учредителей могут быть в валюте выражены. Если у нас отрицательная курсовая разница, то, соответственно, у нас проводки формируются по дебиту 91 счета и по кредиту практически всех денежных счетов. То есть, касса, валютный счет, транзитный. То есть, возникают курсовые разницы по 57 счету чаще всего. Ну, естественно, 60 счета, это если у вас либо покупатели, либо поставщики, тоже иностранная компания. Ну, и положительно. Естественно, опять же, по дебиту у нас проходят денежные счета, 57, 58, расчеты с поставщиками, покупателями и займом. То есть, 66, 67 и так далее. Ну, а по кредиту, в этом случае, 91 счет. Не переоцениваются выданные или полученные авансы, а также обязательства в валюте, если их стоимость зафиксирована в рублях. Это тоже достаточно не новое письмо Минфина, то есть, которое регулирует порядок отражения. Это письмо у нас датировано 20-м годом, то есть, уже два года, что в нынешних условиях практически как вся жизнь. При обычном стандартном порядке у нас проводится переоценка и, соответственно, учет курсовых разниц в случаях либо на последнее число текущего месяца. Ну, это всем знакомо. Обычно банки, когда присылают вам выписку, то в рублевом эквиваленте сумма изменяется. К сожалению, последнее время было в основном в сторону увеличения. Ну, либо если происходили какие-то операции, то есть на дату погашения требований или обязательства, в том числе частичного. Обращаю ваше внимание именно на слово частичное. В 22-м году, в марте месяце, у нас был принят 67-й закон ФЗ, который ввел специальные правила учета курсовых разниц по банковским вкладам и депозитам. Значит, соответственно, в 22-м-24 году признавать положительные разницы в доходах на дату погашения, то есть на дату, когда вы выполнили свои обязательства, и включать их в доходы каждый месяц за этот период не нужно. То есть аналогичным образом, только при погашении обязательств, но уже в 23-м-24 годах учитываются расходы в виде отрицательных курсовых разниц. А в 22-м году, то есть в этом году, отрицательные разницы признаются так же, как это происходило и обычно. То есть как при погашении, так и на конец месяца. Хочу еще одно небольшое отступление сделать. Наша сегодняшняя встреча будет построена таким образом. То есть нормативную информацию мы с вами будем смотреть, и я буду рассказывать по слайдам, и мы будем с вами переключаться, тогда, ну скажем так, практические вопросы какие-то будут возникать. Я буду показывать их, сейчас я перейду через несколько слайдиков, я буду показывать их и на скриншотах, и на примере демонстрационной базы. Сразу хочу сделать оговорку, что демонстрационная база у нас будет определенного релиза. То есть я буду показывать это на релизе 2.5.8.64. То есть релиз не новый, это мы делали специально, чтобы можно было показать разницу между релизами. Потому что в последних релизах, ну например, один из последних релизов 2.5.8.254. В этом релизе уже внесены изменения, доработки, которые отражают именно последние изменения в нормативных актах. Поэтому я покажу разницу между этими релизами. Ну и естественно, когда вы будете составлять отчетность, то вам нужно обратить внимание на то, что какой релиз вашей конфигурации и не нужно ли вам ее обновить, чтобы вы могли пользоваться уже, ну так сказать, последними доработками, так сказать, с комфортом формировать отчетность. Мы сейчас снова с вами возвращаемся к слайдам. И возвращаемся на тот момент, на котором мы остановились. Значит, очень важный момент. По валюте на расчетном счете, ну и в кассе, разумеется, если она у вас есть, учитывать курсовые разницы для составления декларации по прибыли нужно как на дату операции, так и на последнее число каждого месяца. То есть специальный порядок, который у нас возник в связи с изменениями, которые приняты на такие операции, не распространяется. Для 22-24 годов правила налогового учета курсовых разниц изменены. Изменение это произошло в связи с очень частым резким колебанием курса валют, ну, соответственно, с введением в санкции и, ну, скажем так, внешнеполитической обстановкой. В этом году, в 22-м году, у нас изменения затрагивают только учет разниц по доходам. В расходах, то есть курсовые разницы, которые у нас попадают в расход, они у нас отражаются по прежним правилам. Учет разниц по валюте на расчетном счете изменения не коснулись. По авансам, которые у нас либо поступили, либо уплачены в валюте, авансы учитываются по курсу ЦБ на дату их получения и в последующем не переоцениваются. На экране вы видите ссылки на статьи, которые данный порядок регулируют. Вы видите ссылочку на письмо Министерства финансов от апреля этого года. То есть этим письмом Минфин устанавливает временный порядок учета курсовых разниц, которые возникают в этом году, в следующем и через год. Соответственно, то, что я вам сказала немного ранее про релизы, у нас именно касается временного порядка. То есть в релизе 2.5.8.254 налоговый учет курсовых разниц, ну в первую очередь это договора депозитов в соответствии с новым федеральным законом, который в марте принят, 67 ФЗ. Соответственно, изменения были, что в составе доходов при определении базы для налога на прибыль не признаются положительные курсовые разницы до момента погашения задолженности. Обратите внимание, что соответственно налог на прибыль это у нас налоговый учет, то есть соответственно декларация по прибыли это по налоговому учету, а в бухгалтерском учете у нас учет курсовых разниц не менялся. То есть осталось так же, как было и до принятия этих законов. В этом случае суммы переоценки в бухгалтерском и налоговом учете будут отличаться. И соответственно у предприятия возникают временные разницы. Ну и соответственно необходимость пересчета отложенных на налогов. Для определения месяца, с которого организация начинает отражать в налоговом учете курсовые разницы. Ну сейчас поговорим про договора депозитов. В соответствии с 67 ФЗ компании 1С с разработчиками были внесены изменения. То есть начиная вот с этого релиза, может быть у вас уже есть более новая версия, но начиная вот с этого релиза добавляется еще одна настройка, которая регулирует даты применения, начало применения 67-го закона ФЗ. Ну и соответственно для депозитов. Я обращаю внимание именно для депозитов. Сейчас я снова переключусь на слайд, который показывает, какие изменения были. То есть изменения у нас находятся в настройках учетной политики. И при настройке учета по налогу на прибыль у нас внизу появилось дело таких ссылочки. То есть дата начала учета курсовых разниц, налогового учета по 67-му закону ФЗ, обратите внимание, и дата применения 67-го ФЗ для депозитов. То есть даты у нас здесь, обращаю ваше внимание, разные. И плюс есть еще вот такой чекбокс, где можно проставить галочку, если эти даты одинаковые. Для чего это требуется? Если дата начала применения ФЗ для депозитов та же, что и общая дата начала курсовых разниц, то ее можно отдельно не указывать, а установить вот этот чекбокс. Снова вернемся на предыдущий слайдик. То есть если мы вот здесь вот проставим чекбокс, то вот эту дату можно не проставлять. И соответственно будет считаться, что она равна вот этой дате. Возвращаемся снова к нормативным документам, так сказать. И еще один важный момент, что дата начала применения 67-го ФЗ для депозитов, то есть вот она последняя, которая у нас обведена рамочкой, не может быть раньше, чем январь 22-го года. Если в учетной политике установлено применение закона для договоров депозитов позже, чем 1 января, тогда при закрытии месяца, который мы указываем в настройке, дата начала применения 67-го ФЗ, будут сформированы корректирующие проводки по налоговому учету, и соответственно они будут сторнировать излишние признанные доходы и расходы. Ну, то есть соответственно, закрытие месяца в этом случае будет пересчитано. Если же в учетной политике организации настройка учет отложенных налоговых активов и обязательств ПБУ-18, учет расчетов по налогу на прибыль организации, стоит, что мы выбрали балансовый метод с постоянными и временными разницами, тогда в проводках будут отражены временные разницы. После указания текста, который у нас выделен красным, обращаю ваше внимание, что это очень важный момент. После указания даты начала применения 67-го ФЗ по договорам депозитов в учетной политике закрытия месяца нужно будет выполнить дополнительно еще раз за те периоды, начиная с которого в настройке указана дата применения. А вот теперь мы немножечко поподробнее посмотрим с вами, чем отличаются более ранние релизы от того, что я вам показала на вот этом слайде и на что это повлияет. То есть настройка, напоминаю просто, что настройка у нас происходит через НСИИ и администрирование, учетная политика по организации, закладочка учетная политика и здесь у нас есть подраздел настройки учета на прибыль. В новом релизе, когда мы открываем вот эту настройку, мы увидим с вами вот такую вот картинку, как мы уже посмотрели. А вот если релиз более старый, как вот я вам сейчас покажу, то картиночка у нас будет здесь совершенно другая. Мы сейчас с вами снова перейдем в демобазу. Откроем НСИИ и администрирование. Поскольку в нашей демобазе несколько организаций, перейдем в любую из них, ну, например, пусть будет промресурс. И сейчас посмотрим, что у нас есть по учету курсовых разниц и по депозитам. То, что мы сейчас проговорили и посмотрели нормативные материалы. К сожалению, не так быстро срабатывает, как хотелось бы. Пока переключается, я немножко еще расскажу. О, не успела. То есть вот у нас здесь такая картинка. Мы переходим на закладку учетная политика и налоги. И вот у нас раздел, который мы смотрели, учет налога на прибыль. И, соответственно, по ссылке изменить мы заходим и проверяем. То есть, видите, того, что у нас слайдики двух последних пунктов в этом релизе еще нет. То есть, соответственно, у нас настройки общие сохранены, но в старом релизе этой настройки нет. Обращаю специально на это внимание, потому что вопросов именно по поводу того, что у меня что-то не совпадает, достаточно бывает много. И хочу еще показать, то есть, настройки системы налогообложения. Если мы переходим опять же по кнопочке изменить, то здесь у нас, у меня сейчас установлено, вот сделаем вот так. Ну, то есть устанавливаем, которая нужна, система налогообложения. И дальше у нас есть учетная политика финансового учета, бухгалтерского учета, ну, вот по налогу на прибыль, по НДСу. Ну, то есть, это здесь то, что вам уже достаточно хорошо знаком, поскольку сдавалась отчетность уже даже в этом году с изменениями не один раз. Мы снова переключимся на наши слайды. То есть, место сохранилось то же самое, откуда вызывается картинка. Вот это. Но вот этих пунктов курсовые разницы, налоговый учет в старых релизах нету, они отсутствуют. Посмотрим следующий слайд. То есть, соответственно, это я показываю еще раз, как выглядит интерфейс в предыдущих релизах. То есть, почему важно на это смотреть. И вернемся еще раз к текстовому файлу. То есть, у нас требуется процедура закрытия месяца, которая формирует проводки по курсовым разницам, положительным и отрицательным. Самое по себе рабочее место закрытия месяца в ERP у нас располагается в разделе финансовый результат и контролинг. И вот у нас рабочее место закрытия месяца. Мы сейчас снова перейдем на демо-базу. Посмотрим это еще раз, так сказать, в живом. Финансовый результат и контролинг. И закрытие месяца. То есть, при закрытии месяца у нас достаточно комфортные в ERP условия, потому что само по себе рабочее место достаточно комфортно и показывает, если у вас возникают какие-то ошибки или предупреждения системы, показывает, какие действия вам необходимо сделать. естественно, это более и информативно, и комфортно, и быстро. Потому что, если в бухгалтерии закрытие месяца требовало монопольного доступа, то здесь это может идти не обязательно в монопольном доступе. Ну, естественно, если у вас не монопольный доступ, то в этом случае могут быть ошибки, которые связаны с тем, что при закрытии месяца кто-то пытается еще ввести операции за одним числом. И обратите внимание вот на вот этот пункт список, переход в списки, то есть есть варианты выбрать окончательное закрытие или предварительное закрытие. То есть при предварительном закрытии операции по некоторой операции не выполняются. То есть финансовый результат, который вы посчитаете при предварительном закрытии месяца, у вас будет, ну, скажем так, не совсем точным, потому что не будут выполнены все регламентные операции и, соответственно, в отношении курсовых разниц у вас может быть не вполне достоверный результат. Поэтому, когда вопрос касается закрытия месяца, именно полного окончательного расчета себестоимости, нету выбирать нужно окончательное закрытие. к сожалению, тоже работать не слишком быстро, потому что все-таки достаточно большой объем информации операций, которые требуются выполнять вот этой регламентной процедурой. операции, но пока оно формируется, мы с вами снова вернемся к слайдику. Значит, соответственно, когда мы запускаем закрытие месяца, то у нас будет вот такая картинка. Пока у нас в базе это произойдет, я вам покажу на слайде. Значит, программа сформирует предупреждение, что операции есть, которые требуют ручного оформления. Ну вот для организации, одной из организаций, которая у меня есть в базе, деловой союз, не указана дата начала переоценки депозитов по 67 МФЗ. И здесь есть пунктик указать, то есть ссылочка, что нужно выполнить. Вот картинка, которую мы обычно привыкли введите, то есть выполнено, не выполнено, если не выполнено, соответственно, есть вот такая пиктограммка. И подробнее это мы открываем все ошибки, которые у нас вываливаются при закрытии месяца, что программа нашла. Поскольку я показываю на предыдущей версии, у меня это строчка, где то, что мы сейчас с вами посмотрели, то есть вот эта строчка для организации не указана дата начала перехода, у меня она отсутствует. Дальше, ну, собственно, достаточно стандартно, то есть здесь мы видим, какие надо сделать операции и подробности, если меня не интересует, можно посмотреть. Снова вернемся к нашим слайдам и посмотрим дальше. То есть, как мы уже посмотрели, как я уже сказала, по гиперссылке указать, то есть, вот по вот этой ссылочке, вот, мы переходим в налоговый учет по 67 закону, то есть, параметры учета, и я должна указать даты, с какого момента этот переход должен осуществиться. Значит, информация, хранение информации об оценке по договорам депозитов, если это валютные договора, соответственно, у нас происходит в регистре расчета по финансовым инструментам, обращаю внимание, налоговый учет, и проводки по переоценке в налоговом учете формируются по данным именно этого регистра. Первоначально, ну, то есть, начальные сведения в этот регистр заполняются данными по состоянию на 1 января 2022 года. Ну, это при первом введении, потом после обновления информационной базы, соответственно, и перепроведения закрытия месяцов, это тоже будет изменяться. Что у нас в этом случае, то есть, вот мы с вами зашли в учетную политику, мы проставили там даты, с какого момента у нас по депозитам изменяется, и в этом случае у нас происходит процедура расчета курсовых разниц в налоговом учете, ну, соответственно, по договорам депозитов валютных. При этом перерасчете у нас возникают либо положительные, либо отрицательные курсовые разницы, то есть, соответственно, либо возникает доход, либо доход уменьшается. То есть, если у нас курсовые разницы приводят к образованию дохода, то переоценка не выполняется, и доход не начисляется. Если при переоценке у нас получается отрицательная разница, то есть, меньше, чем текущая налоговая оценка, то признаются расходы, и устанавливается новая налоговая оценка. При отражении выплаты по договору депозита, в том числе, это может быть и частичная выплата по договору депозита, начисляется курсовая разница относительно текущей на данный момент налоговой оценки, в части, которая будет погашаться. То есть, соответственно, сейчас мы с вами говорим, ну, в основном договора депозитов, если это валютные, чаще всего это расчеты с учредителем. Когда у нас может быть, что идентично курсовая разница и в налоговом учете, и в бухгалтерском учете? вот здесь есть одна тонкость, обратите на нее внимание. Идентичен порядок отражения курсовых разниц только в том случае, если у организации есть обязанность предоставлять промежуточную отчетность. Если ваша организация такой обязанности не имеет, то при отражении курсовых разниц необходимо поформировать проводки по начислению и признанию отложенных налоговых активов и обязательств. То есть оно, она наша любимая. Зачисление курсовых разниц мы делаем, если это бухгучет, то мы относим на прочие доходы, расходы, а вот в налоговом учете мы относим на внереализационные, обратите на это внимание. Курсовые разницы, которые затрагивают переоценку расчетов с учредителями, используемые вне Российской Федерации, составляют исключение. То есть в этом случае они зачисляются не на 91 счет, а на добавочный капитал. И соответственно курсовые разницы учитываются при формировании налоговой базы по прибыли. И обратите внимание, что в этом случае в декларации по НДС они не отражаются. Давайте снова вернемся к нашей демо-базе и вернемся к разделу регламентированного учет. То есть здесь мы с вами можем посмотреть, у нас есть раздел 1С отчетность и подраздел регламентированные отчеты. Я здесь хочу немного подробнее остановиться, чтобы тоже у нас были вопросы, чтобы не очень путались понятия. то есть есть раздел 1С отчетность, в котором собраны журнал отчетности, который вы формировали и дополнительные сервисы. Извините, промахнулся Акела регламентированный учет. Соответственно, дополнительные сервисы, то есть взаимодействие с налоговыми органами, переписка, получение сверок, выписок с ГИГРУ и переход в личные кабинеты. И если мы с вами переходим в раздел регламентированная отчетность, видим наш список, то это еще не все. То есть есть отдельная доработка, которая называется 1С отчетность, и она позволяет производить взаимодействие с налоговыми, со внебюджетными фондами напрямую, минуя оператора электронной отчетности, например, Tensor, Astral, BIS, ну, смотря кто, что использует. В этом случае у нас действует в принципе достаточно похожая система, только исключающая обмен с операторами. То есть в обычной жизни, в обычном порядке мы составляем отчетность, получаем, ну, допустим, вот посмотрим декларация по налогу на прибыль, получаем саму форму декларации, проверяем, что она заполнила в нашем случае все правильно и после этого производим выгрузку уже в промежуточный файл, который отправляем оператору. В 1С отчетности мы именуем эту стадию, то есть вот наша декларация, она у нас заполнена, здесь куча всяких подсказок, практически та же самая функциональность есть и в программах, которые используют операторы, но тем не менее, здесь у нас декларация в нужном формате сразу передается в налоговые органы, мы также, как и через оператора, видим ее статус, то есть смотрим, но в этом случае сообщение приходит немного быстрее, напрямую, соответственно сокращается время, которое требуется на выгрузку, загрузку и плюс сразу в рабочей программе вы видите, если у вас пришли какие-то требования, то есть можете быстрее среагировать. Доступна эта доработка подписчикам ИТС проф. В этом случае, ну, например, так же, как есть доработка проверки контрагента, для подписчиков проф. версии, это будет, ее использование будет бесплатно, для подписчиков техно-версии, она будет за деньги, но, в общем-то, достаточно по нынешним временам символически, потому что стоимость, например, проверки контрагентов на год будет составлять порядка 4800 рублей, то есть если разбить на 12 месяцев, то сумма получится очень лояльная, лояльная. Поэтому обратите внимание на свою подписку, посмотрите, какими дополнительными сервисами вы можете воспользоваться. Так, снова отсюда мы сейчас уйдем и снова вернемся в регламентированный учет, вот в этот раздел. Почему я хочу обратить еще ваше внимание на личные кабинеты. То есть в принципе используются они уже достаточно давно, многие уже оценили их прелесть, так сказать. Еще раз остановлюсь на этом, потому что что с курсовыми разницами, то есть декларация по прибыли, что с другими у нас достаточно много возникает. Во-первых, от налоговиков запросов предоставить какую-то дополнительную информацию, дополнительные требования. Ну, соответственно, приходят требования и об уплате налогов, еще какие-то. И ваша переписка, то есть здесь может именно из ЕРП с налоговыми органами через личный кабинет может быть вполне себе комфортной. Сейчас вы видите на экране рекламную заставочку именно по поводу 1С отчетности. Есть ссылка, где вы можете посмотреть. Там есть один, но они пустые все, скрытые. Прошу прощения, уважаемые гости, вы громче меня разговаривайте, прошу вас выключить телефон, если не закрытые. И инструкция, как ее запустить, соответственно, здесь, если у вас нету своего IT-специалиста, то можно почитать и сделать это самостоятельно, это несложно. Возвращаемся к личным кабинетам и хочу сказать еще пару моментов, чисто из практического, так сказать, из практической сферы. То есть через личный кабинет, например, вот мы переходим через личный ФНС, личный кабинет, мы переходим сразу на сайт налоговой инспекции, где можно практически без дополнительных каких-то шагов видеть всю информацию про собственную организацию, вести переписку и так далее. Только здесь, обращаю ваше внимание, у вас должна быть оформлена квалифицированная электронная подпись, которую с 1 января этого года выпускают тоже только налоговые органы. Но с этим вы уже должны были столкнуться, если сдавали промежуточную отчетность, то, соответственно, подписи вам уже необходимо было проверить. Так, отсюда мы сейчас уходим. И абсолютно такая же система по работе с ФСС. Обратите внимание, по ФССу есть отдельный личный кабинет для работы с электронными листками нетрудоспособности, то есть больничный у нас с этого года только в электронном виде, что, с одной стороны, очень упростило жизнь, потому что поликлиники сразу передают данные про больничные в ФСС. С другой стороны, немного осложнило жизнь, потому что требуется постоянно, во-первых, отслеживать статус больничных листков, все прошло из ваших документов, что вы отправили или нет, и так далее. И отдельно хочу обратить ваше внимание на статистику, то есть вот ФТС, здесь мы тоже можем напрямую перейти на сайт статистики, и почему я на это обращаю внимание, потому что с этого года ФСС стала реально страховать, страхователей штрафовать, и штрафы достаточно большие, от 70 тысяч рублей и выше. Соответственно, в этом случае нужно обратить на статистику особое внимание, чтобы не попасть под штрафные санкции. Итак, мы отсюда с вами уходим и снова возвращаемся к нашим слайдам. Еще один слайдик. Значит, это учет курсовых разниц в декларации по НДС. Хочу обратить ваше внимание вот на какой момент, поскольку при подсчете, при формировании базы для НДС, если у вас по договору на дату отгрузки товаров операции по работе с вашим контрагентом отражаются в рублях по курсу ЦБ, соответственно, на день оплаты они уже не переоцениваются. В этом случае у нас получается, что курсовые разницы при определении НДС не возникают. И, соответственно, в декларации по НДС они у нас не отображаются, в отличие от декларации по прибыли. И в декларации по прибыли у нас курсовые разницы отобразятся во нереализационных доходах и расходах. То есть обратите внимание, не как в бухучете и прочих, а именно во нереализационных. Снова вернемся в нашу демо-базу, вернемся в раздел регламентированный отчет, в журнал отчетов и так, рекламку мы уже почитали и поговорили про нее. Значит, декларация по НДС у нас в ней не отражается. Соответственно, нас интересует декларация по налогу на прибыль. Обращаю внимание, что это статус, в котором сейчас находится ваш документ, например, как если бы вы работали реально с налоговой инспекцией. Сейчас нас просто интересует посмотреть. Практически такие подсказки в связи с изменением форм, которые применяются, форма рекламентированной отчетности, они возникают всегда, когда выходит обновление, но если меня интересует, например, подать корректировку, я ставлю продолжить действие и продолжаю, хотя программа говорит о ей и не рекомендуется. Соответственно, у нас привычные приложения ко второму листу отражаются выручки и соответственно, если они у нас есть, в ней реализационные доходы, в моем случае они есть, значит, соответственно, и при расчете расходов точно такая же будет картинка. точно так же, ну, вот тут у меня нету. Еще на что хочу обратить ваше внимание при работе с декларациями. Мы сейчас отсюда выйдем. При работе не только с декларациями, при работе с отчетностью, с 6 НДФЛ, например, хочу обратить внимание, вот по 6 НДФЛ наиболее показательные примеры, если можно так сказать, у нас справки 2 НДФЛ сейчас входят в состав отчетности по 6 НДФЛ, но это не освобождает нас от необходимости выдавать работнику справки на руки, ну, то есть, если он от нас требует, то справку мы ему должны выдать. И в этом случае сама справка практически идентична тому, что мы выдавали раньше, но изменяется форма, изменяется код формы. Поэтому обратите внимание вот на это приложение, которое есть и в отчетах, и в декларации, в декларациях соответственно. То есть здесь нужно обращать внимание на то, чтобы у вас была нужная форма, то есть та, которая действующая, тем более, что в прошлом году и в этом году несколько раз менялись формы и по НДСу, и по налогу на прибыль. Поэтому, когда вы работаете с этими декларациями, обращайте, пожалуйста, внимание на код и на соответственно сейчас откроется и соответственно на штрих код, который у вас сопровождает. Нам это извините, неправильно сделано. Продолжить. То есть форма, которая применяется сейчас, должна естественно соответствовать тому, что есть в вашей конфигурации. так, с этим пока позакрываем лишнее. Вернемся снова к регламентной операции. К сожалению, он до сих пор думает. Вот то, что я хотела показать. То есть у меня выставлено окончательное закрытие, может быть предварительное закрытие. Если мы закрытие месяца выставляем предварительное. Ну, во-первых, программа подсказку выдает, что существуют невыполненные операции. Ну, а во-вторых, будет предупреждение, что будет отражена неполная, ну, не вполне полная информация. Обратите внимание, что закрытие месяца это рабочее место, в котором можно переходить по сформированным отчетам и исправлять выявленные ошибки. Есть еще меню регламентные документы, где мы соответственно можем некоторые дополнительные действия сделать. То есть просмотреть вот эти расчет курсовых разниц. Возьмем наш деловой союз, то есть при закрытии месяца здесь у вас будут отражены уже данные с учетом изменений. Если вам вдруг по какой-то причине необходимо установить, например, на каждый день месяца, раньше банки, некоторые банки присылали выписку, которая отражает переоценку на каждый день. то есть во-первых трудоемко, во-вторых очень много места занимает, то есть не вполне удобно этим пользоваться. Но если вам что-то нужно, то можно открыть и посмотреть и соответственно получить отчеты, которые связаны с движением документов. напомню, что изменения, которые у нас появились в последних релизах, находятся в разделе настройки учета налога на прибыль. То есть здесь добавляются два поля, в которых мы устанавливаем даты. И тогда уже не надо переживать на тему того, что это нужно отобразить каким-то другим способом. Так, возвращаемся к нашим слайдам. И я хочу вернуться снова на первый слайд. Собственно показать еще раз наши контакты. Наша сегодняшняя встреча подходит к концу, поэтому я хочу обратить еще раз ваше внимание, как с нами можно связаться, где можно посмотреть запись вебинара. То есть видите адрес нашего сайта, куда мы приглашаем вас на почитать, на посмотреть и собственно говоря на то, чтобы обратиться с вашими вопросами. Компания Кодерлайн выполняет полностью весь спектр операций работы связанных с программами семейства 1С, то есть это и внедрение, и разработки, и продажа, установка, настройка, ну то есть все, что связано с программами 1С, наша компания выполняет давно, успешно, и будем рады помочь вам, если у вас возникнет такая необходимость. Обращайтесь по телефону, обращайтесь через сайт, то есть как вам удобно, мы будем очень рады оказаться вам полезными, и будем очень рады продолжить сотрудничество. На этом разрешите нашу встречу сегодняшнюю закончить. Всего вам доброго, благодарим вас за уделенное время и за проявленный интерес к нашей компании. Всего доброго. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова